Как передают новости Армении. Правительство Пашиняна официально обязалось передать в ближайшее время Азербайджану территории, требуемой Баку на севере Армении. Вооруженные силы Азербайджана без каких-либо усилий займут позиции, позволяющие им контролировать северные области Армении у армяно-грузинской границы. Эти решения бастионом демократии приняты, не считаясь мнением жителей приграничных сел и всей Армении. Что Армения получает взамен? Правящая команда заверяет, что дополнительные гарантии безопасности в виде документа, подписанного Баку о начале процесса демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации. Очередное и честное слово Баку. Чего стоят эти честные слова, знаем. Знаем, чего стоит честное слово Баку вернуть всех военнопленных, честное слово Баку урегулировать Нагорно-Карабахскую проблему мирным путем, честное слово Баку о бесперебойном функционировании Лачинского коридора. Так что особо надеяться ни на что. Баку укрепится на новых территориях и выдаст очередную порцию требований. Может Пашинян рассчитывать на международные гарантии и международное право. Решение Пашиняна сдать Азербайджану новые территории после этнической чистки в Арцайо, после оккупации Азербайджаном ряда территорий Армении в других регионах, уже приветствовали представитель ЕС по Южному Кавказу Тойвэк Лар, госсекретарь США Энтони Блинкен, представитель Генсека ООН Антонио Бутириши Стефан Дюжарик. А буквально за часы до обнародования соглашений между Ереваном и Баку о делимитации с заявлением выступила большая семерка. Главы МИД США, Великобритании, Японии, Канады, Италии, Германии, Франции заявили о важности приверженности сторон Алма-Атинской декларации 1991 года, на которую и опирается Пашинян, сдавая Баку новые территории. Вот какую мощную поддержку обеспечил себе Пашинян, согласившись на требования Баку. Понятно, что на фоне такой поддержки мнение жителей приграничных сел Тавуша, да и всей Армении, более чем второстепенный фактор. Кстати, отметим, что решение Пашиняна приветствует, как видим, и те страны, из которыми премьер Армении подписывал известное заявление в Гранаде, которым так гордился, в частности, руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян, особо отмечавший, что в Гранаде и речи не было об анклавах. Сегодня Араику Арутюнину выпала честь быть в первых рядах агитаторов в пользу очередной уступки Еревана. Так может Пашинян рассчитывает на широкую поддержку Запада? На какие-то международные гарантии? На международное право? Все это значение для Баку не имеет. Доказано, опытом, тем, как Баку выполнял свои обязательства по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, как выполнял свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, как Баку выполнил решение Международного суда ООН по деблокаде Лачинского коридора. Почему Запад поддерживает Пашиняна? Чем больше Пашинян уступает, тем более крепкими становятся в регионе позиции турецко-азербайджанского тандема и, наоборот, слабеют позиции России. Все просто, чем слабее Армения, тем слабее позиции России на Южном Кавказе, тем больше углубляется кризис в армяно-российских отношениях. И тем больше у Пашиняна возможностей для выполнения главной задачи — нивелирования роли России в регионе. По факту, Никол Пашинян и гражданский договор приблизили Армению к порогу нового большего кризиса, третьего по счету после 44-дневной войны и этнической чистки в Карабахе. Точнее сказать, усилиями Пашиняна Армения уже переступила порог третьего большего кризиса.